Добрый вечер. В прямом эфире телеканала Беларусь-2 программа Точка зрения. Прошел месяц нового года, за который мы подводили итоги года ушедшего и еще раз определяли планы на начавшийся 2014 год. У каждого из нас своя жизнь, своя судьба, но есть одно, что всех нас объединяет. Это наше место жительства, наш регион, наша Брещина, от успехов и благополучия которой зависит качество нашей жизни. 20 декабря на совместном заседании сессии областного совета депутатов и Брестского областного исполнительного комитета были рассмотрены итоги социально-экономического развития Брещины в 2013 году и определены прогнозные показатели развития на год 2014. Видеосюжет начинает нашу программу. С отчетом об итогах социально-экономического развития региона в 2013 году перед депутатами областного совета выступил председатель Брестского областполкома Константин Андреевич Сума. Он отметил, регион развивался в непростых условиях. Значительное влияние оказывали внешние негативные факторы. Основные усилия были направлены на сбалансирование экономики за счет модернизации производства, поиск и освоение новых рынков сбыта, повышение производительности труда и, как следствие, заработной платы. Все это имело результаты. По большинству показателей позиции области значительно улучшились. Сегодня область лидирует республики по темпам роста экспорта. Входит тройку лидеров по темпам роста валу оригинального продукта, по инвестициям в основной капитал, по объемам ввода в эксплуатацию жилья. Положительные темпы роста по сравнению с прошлым годом получены по большинству показателей социально-экономического развития. Выросли объемы производства, увеличилась и внешнеторговая сальдо. Расширилась география поставок продукции региона. Сегодня это около 75 стран мира. По объемам экспорта пищевой промышленности Брестская область – республиканский лидер. Мы только за 9 месяцев уже этого года продали более чем 1 миллиард долларов. Это почти четверть республиканских поставок продовольственных товаров или около 55% областного объема всего экспорта. И конечно же за это надо бороться. И тем более, что мы независимо от сырья именно импортного. Выращиваем сами, производим сами и перерабатываем. Высокие результаты по объемам экспорта услуг. За 2013 год ожидаемый объем должен был составить около 200 миллионов долларов США. В этом году области удалось вернуть положительную динамику роста инвестиций в основной капитал. Реализован ряд крупных инвестиционных проектов, что позволило привлечь в экономику области более 23 триллионов рублей. Активно работал регион и над реализацией программ импортозамещения. Импорт замещен почти на 400 миллионов долларов США. В планах 2014 довести эту цифру до 600. Модернизация ряда производств позволила повысить производительность труда работающих, в результате чего средняя заработная плата выросла на 42%. Руководитель области подчеркнул, что модернизация коснулась самых различных сфер жизнедеятельности. Сделать все возможное, чтобы не только новые технологии появились, но чтобы навели элементарный парадок, технологический в том числе, на предприятии, в каждом предприятии. Но это касается не только тех, которые производят какую-то товарную продукцию. Это касается и коммунальников наших. То же самое. Это касается, как бы ни странно, кто-то подумал, и нашей обслуживающей отрасли, я имею в виду медицину, и культуру, и торговлю, и так далее. В прошлом году область построила более 90 объектов социально-культурного назначения. По данным на 1 октября 2013-го, около 29 тысяч жителей области получили адресную социальную помощь на сумму около 45 миллиардов рублей. Кстати, по структуре не будет отличаться и принятый бюджет на 2014 год. Значительную часть финансов область направляет на социальные нужды. На образование, здравоохранение, физическую культуру и спорт, культуру, социальную защиту и субсидирование услуг ЖКХ и транспорта планируется около 70% всех расходов бюджета области. Реформирование бюджета полностью обеспечено, исходя из макроакадемических показателей, расходы на оплату труда работников в бюджетной сфере, транспекты населению, оплата коммунальных услуг, продуктов питания, медикаментов. Авторитет власти. Об основных направлениях деятельности Брестского областного совета депутатов, путях реализации его решения, перспективах развития местного самоуправления, диалог с гостем нашей сегодняшней программы, председателем Брестского областного совета депутатов Сергеем Дмитриевичем Ашмянцевым. Добрый вечер, Сергей Дмитриевич. Дорогие друзья, мы приглашаем к участию в разговоре и вас. Ваша точка зрения о том, каковы перспективы развития местного самоуправления, каким оно должно быть, обязательно прозвучат в программе, если вы наберете номер контактного телефона 21 55 65. Мы ждем вашу точку зрения. Сергей Дмитриевич, вот сюжет, который мы только что показали в начале, это, наверное, самый конкретный пример конкретного взаимодействия исполнительной и представительской власти. Насколько эффективно это взаимодействие, ваша точка зрения? Вы знаете, эффективность взаимодействия, оно действительно видно было и на сюжете, и по жизни. Самое главное, что взаимодействие, которое есть сегодня и ранее на образцовом уровне, и на региональных уровнях, оно приносит, работает на конечный результат, на действительно на улучшение качества жизни наших людей. И то, что такое взаимодействие, я бы посмел сказать, что деловое, уважительное, во многом зависит от того, насколько руководители этих ветвей власти понимают компетенции этих органов власти. И я бы отметил, что благодаря пониманию именно руководства обл. исполкома, лично Константиновича, наши взаимодействия носят действительно деловой и, я бы сказал, уважительный характер. И конструктивный, судя по всему, правда? Потому что нет такого, что это мое, это не мое. Мы понимаем, что надо делать. Еще раз, что главная задача сделать все, чтобы наши люди чувствовали себя, ну, комфортно жили и чувствовали себя превосходно. Вот вы только что рассказывали, да, и вы как бы упредили ответ на следующий мой вопрос. Сергей Дмитриевич, советы сегодня не только советуют, но они и решают. Вы знаете, что вот я так понял, что и у вас такая точка зрения бывает, и я убежден, что у многих телезрителей такое есть, что совет, а слово совет, совет. Да, совет. Я хотел бы пояснить, что совет является представительным государственным органом на соответствующей административно-территориальной единице. Коли это государственный орган, значит, он не советы дает, а принимает соответствующие решения, которые определены законом о местном управлении и самоуправлении. Это первое. Во-вторых, он представляет интересы тех жителей, которые той или иной административно-территориальной единице в взаимодействии с другими органами власти стоят на защите их интересов. Поэтому совет, как сам орган, он принимает решения, и которые обязательны для исполнения, в соответствии с законом, для всех ниже стоящих советов депутатов, исполнительных и распорядительных органов и всех граждан. Поэтому само уже название совет говорит, что это орган, а не совет, который просто дать, ну, как в житейском понятии слово совет, дать совет. Нет, здесь немножко иное. Совет – это, прежде всего, депутатский корпус. Да, это депутатский корпус. Что собой представляет депутатский корпус Брестской области и каков его рабочий потенциал? Если говорить о депутатском корпусе Брестской области, то я бы сказал бы, в основном, то есть это деловые, очень уважаемые, авторитетные люди в нашей области, и не только в области, но и далеко за ее пределами. Это люди, которые имеют определенный стаж именно производственной работы, и житейский стаж. И вот эти люди, так, конечно, они могут, помимо своих депутатских обязанностей, дать какой-то и житейский совет, что и порой делается. Если сказать о качественном составе депутатского корпуса, то я хочу заметить, что вот семь депутатов имеют ученую степень. Это о чем-то говорить. Из них три – это наши ректора вузов Брестского, Барановичского и Полесского университета. Это очень уважаемые люди. Пойта Петр Степанович, Кочурка Василий Иванович и Костейн Федорович из Полесского университета. Поэтому это одно. Если же смотреть дальше, то один из депутатов областного совета, это Вдовинка Татьяна Михайловна Дмитриевна, является одновременно и представляет Совет Республики, национальное собрание Республики Беларусь. Это тоже очень важно. 28 депутатов, а это сегодня половина депутатского корпуса, это люди, депутаты, которые работали в 25-м созове. То есть это говорит о том, что им люди доверяют. И они продали это доверие. И сегодня они продолжают работать. А спектр, вопросов, которые приходится решать, конечно, разный. И от житейских вопросов, в первую очередь. И, конечно, тех проблем, которые есть в том или ином регионе. Я бы еще сказал, что депутатский корпус, он действительно отвечает требованиям сегодняшнего дня. И тем просьбам и наказам избиратели стараются они выполнить все, ну, я бы сказал, что принести достойно. Сергей Дмитриевич, точка зрения зрителя в нашей программе. Добрый вечер. Мы вас очень внимательно слушаем. Ваша точка зрения, ваш вопрос. Как, еще раз повторить? Да, пожалуйста. Меня интересует мнение Сергея Дмитриевича как автомобилиста к введению налога на допуск транспортных средств к дорожному движению. Меня, ну, вот сколько я знакомых знаю, как бы общественное мнение это такое, что очень негативное общественное мнение к введению этого налога. Извините, пожалуйста. Я попрошу наших звукооператоров сделать чуть-чуть поздравки. И будьте добры, повторите еще раз вопрос. Мнение Сергея Дмитриевича. Чуть-чуть погромте, пожалуйста. Как автомобилиста к введению налога на допуск транспортных средств к дорожному движению. Введение налога на транспортные средства. Ваше мнение как мнение не только председателя областного совета, но и как автомобилиста, пожалуйста. Вы знаете, что, конечно, оно неоднозначно имеет отношение общества. Я также сам, как и водитель, имею свою машину. Но я хотел бы поразить одно. И всем обратиться к нашим жителям Брещины. Во-первых, закон уже принят. То есть решение нужно его исполнять. Во-вторых, конечно, все мы хотим ездить по хорошим улицам, дорогам. Но их нужно и содержать в какой-то степени. Нужно сказать, что да, сегодня, ну, может быть, недостаточно средств есть в бюджете нас, чтобы можно было вовремя сделать так, как желают каждый из нас, живущий не только в Бресте, но и в других регионах. Поэтому было принято решение. Конечно, здесь я еще остатываюсь. Есть вопросы, которые, ну, может быть, нужно было бы немножко более так гибче сделать. Более, ну, как-то, особенно касается отдельных категорий людей, которые, может быть, не так много пользуются.